Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. Добыча алмазов наблюдается тенденция снижения, а на рынке начинают превалировать синтетические камни. Об этом заявил руководитель Якутии Егор Борисов в ходе большой пресс-конференции. По его словам, алмазы в последние годы имеют по добыче сокращение в целом, хотя, говоря о компании «Алроса», эта тенденция должна менее чувствоваться. Руководитель региона отметил, что есть производственные издержки по добыче по итогам 2017 года, и сейчас эта ситуация находится в центре внимания. Самополагающая наша крупная промышленность, которая является источником доходов в основном, она зависит от конъюнктуры рынка не только российского, но и мирового уровня. Например, тенденции, если посмотреть по алмазам, то алмазы в течение последних годов имеют по добыче тенденции сокращения в целом. Второе – это сегодня синтетические алмазы в бриллиантном комплексе набирают обороты. Это тоже имеет отношение к сбыту нашей продукции. И все стратегии, вся тактика, производство и сбытовая должны учитывать этот момент. На пресс-конференции руководитель региона также сообщил, что Якутия предложила федеральному правительству продлить на 10 лет субсидирование энерготарифов. В 2006 году, когда было ликвидировано перекрестное субсидирование в регионах страны, руководство республики просило, чтобы на территории Якутии перекрестное субсидирование оставили. Эту тему до сих пор обсуждают на сессиях в Минэкономразвитии России. После президент страны принял решение об усреднении тарифов. Основную преференцию тогда получила Якутия сроком на три года. Когда срок начал подходить к концу, правительство региона предложило продлить этот срок на 10 лет. Больше 25% грузов доставили в северные и арктические районы Якутии. До местного значения автотранспортом довезли почти 164 тысячи тонн. В прошлом году в это время удалось доставить чуть больше 100 тысяч. Об этом сегодня сказали на заседании комиссии по координации завоза. Всего в этот сезон до пунктов назначения должно быть доставлено свыше 600 тысяч тонн различных грузов. В целом запасы топливно-энергетических ресурсов в наличии до середины февраля, начала марта у нас имеются во всех районах севера Арктики Республики. Единственное сегодня особое внимание уделяется это Среднеколомскому району, таким населенным пунктам, как Свата и Солдитр, где остатки угля на котельных составляют чуть менее чем на 10 суток. Надо отметить, что у энергетиков также по арктической группе районов запасы дизельного топлива на станциях имеются до начала марта практически на всех станциях. Еще одна возможность улучшить жилищные условия благодаря новой федеральной программе. Ипотека под 6% годовых станет доступна для семей, в которых в этом году появился или появится второй ребенок. Также в конце прошлого года в Москве сообщили о рекордном падении ставок по жилищным кредитам. О процентах на ипотеку в Якутии и новой господдержке расскажет Марьяна Кутукова. Как заявили в Минстрое, за последние годы процентные ставки по ипотеке в республике снизились на 2,5 и 3%. Сегодня среднеизвешенная ставка составляет более 10%. По сравнению с 2014 годом, когда произошел экономический кризис, стоимость квадратного метра упала на 25%. Сегодня люди берут ипотеку только и покупают жилье только для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Соответственно спрос на ипотеку и на жилье упал, и банки соответственно тоже снижают процентные ставки для того, чтобы привлечь к себе клиентов. В этом году ипотека станет еще доступнее, но не для всех. Новая федеральная программа коснется семей, у которых с этого года до декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Именно они смогут воспользоваться сниженной ставкой в 6% на 3 года или на 5 лет. Как вы относитесь к новому поставлению Путина? Я считаю, что это очень здорово, что сейчас могут как бы, ну большие льготы, как для семьи сделали, что какой-то процент может оплачивать государство. Но сейчас нужно посмотреть, как вообще будет это все влиять и действовать. А так-то для граждан надо это, субсидировать, это помощь государству. Потому что у нас, как вы сами знаете, цены у нас не маленькие везде. Промежуток, да, короткий. Вот это, да, конечно, печальненько. По расчетам Минстроя новая программа позволит участникам сэкономить до 100 тысяч рублей в год. Кроме того, такие семьи смогут рефинансировать уже действующие ипотечные кредиты. Между тем, как отмечают эксперты, банкам придется более тщательно оценивать финансовые возможности заемщиков. А тем временем в поселке Депутатский появился на свет первый в 2018 году ребенок. Счастливыми родителями стала молодая, но уже многодетная семья Ивановых. Ведь Милана, так назвали дочку, стала их четвертым ребенком. О первых днях малышки расскажут наши корреспонденты. У многодетной семьи из поселка Депутатский Максима и Аллы Ивановых трое детей. И на днях у них родилась четвертая дочь Милана. Она является новорожденным ребенком 2018 года Уссианского луса. Девочка родилась в молодой многодетной семье весом 3640, ростом 55 сантиметров. Состояние девочки и матери удовлетворительное. Родители новорожденной Миланы работают преподавателями депутатской средней школы. Поженились еще студентами московских вузов. В Москве родился их первенец Давид, которому 9 лет. У нас родилась сестренка, ее зовут Милана. Мы очень рады. Большая помощь оказывается со стороны государства. За второго ребенка я получила материнский капитал. И с третьим ребенком мы получили республиканский капитал со стороны республики Саха, Якутия. И все эти средства мы вложили в приобретение нового жилья в городе Якутске. Для многодетных семей, у кого родился четвертый ребенок, государством предоставляются выплаты, пособия и льготы. А также возможность оформления ипотеки и кредита на выгодных условиях. Туяра Семенова, МВК Саха, поселок Депутатский. Мы продолжаем. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения одного из выдающихся врачей Якутии, Гордея Томского. Он внес большой вклад в становление офтальмологической службы региона. В далекие 50-е и 60-е годы в каждом поселке открывали медицинские пункты, проводили простые операции. За эти годы служба шагнула далеко вперед. В прошлом году из офтальмологической больницы выписалось почти 5,5 тысяч пациентов. В большинстве случаев они проходили хирургическое лечение. В среднем в Якутии в год делают около 6 тысяч операций, из них большинству пациентов на оба глаза. Главная офтальмологическая больница хорошо оснащена, врачи работают по новейшим технологиям. Когда мы поженились, он в основном ездил по районам. И бывало так, что в течение года мы месяца 4 вместе только жили, а остальное он в районах был. Там и оперировал, там и трахом улечил. Он любил свою работу, доброкачественно, честно выполнял свою работу. Погорельцам из села Тополинное нашли временное жилье. Напомним, что на прошлой неделе там сгорел 12-квартирный жилой дом. Без крыши над головой остались полсотни человек. Тогда же встал вопрос о том, куда можно расселить пострадавших. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. В тот же день на место происшествия выехала бригада по установлению причин возникновения пожара и оказанию оперативной помощи пострадавшим от пожара людям. Буквально за 2 часа данный жилой дом был огнем уничтожен полностью на площади 460 квадратных метров. В настоящий момент причина пожара еще не установлена. С места пожара изъяты объекты и направлены в город Якутск. На сегодняшний день, благодаря оперативным действиям администрации муниципального образования Тампонский и Венский национальный наслед, все пострадавшие граждане расселены в пустующие квартиры и по родственникам на основе аренды. В тот же день в районной библиотеке в поселке Хандыга был организован пункт приема гуманитарной помощи. 12 числа мы уже первую партию из села Теплый Ключ отправили попутной машиной, потому что время не ждет, люди остались совершенно без вещей. К вечеру того же числа из библиотеки было загружено две машины, которые прибыли из села Тополиное. Жители Тампонского района живо откликнулись на беду земляков в лютый мороз, оставшихся без крова и средств к существованию. Во многих наследах организованы пункты приема гуманитарной помощи и денег в фонд пострадавших от пожара. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар, НВК Саха, Тампонский район. Все больше якутян заболевают гриппом и ОРВИ. Управление Роспотребнадзора фиксирует рост заболеваемости. За медицинской помощью симптомами обратились 5000 человек. Из числа заболевших около 81% приходится на детей до 14 лет. Большинство среди них воспитанники детских садов. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители необычной профессии – ледовары. Именно от их труда во многом зависит успех спортсменов на льду. Наш корреспондент Сергея Лана Федорова побывала на катке и узнала, что такое варка льда, и убедилась – лед действительно варят. На арене ледового дворца Эллей Ботур всегда полно и спортсменов, и любителей покататься на коньках. Все они, скользя по арене, беспощадно крошат лед. Когда объявляют перерыв, на каток выезжает ледовар. Сегодня ледовым комбайном управляет Василий Соловьев. Осваивать мастерство заливки льда он начал три года назад. Был водитель, всю жизнь водитель. Но тут нужна работа. Уметь водить машину на льду. Габариты чувствовать. Час катаются, час пятнадцать. Мы заходим за пятнадцать, мы должны все это в порядок привести. Варка льда – кропотливый процесс. Прежде чем подготовленная вода поступит в резервуар специальной машины, она проходит две степени очистки. Но и управлять ледовым комбайном тоже непросто. Ведь у ледоваров нет ни зеркал, ни камер. При заливке используют только горячую, не менее плюс 60 градусов воду. Она растапливает старый лед и проникает даже в мелкие трещины. Это позволяет фигуристам скользить по обновленному чистому льду. Я катаюсь часто по выходным и бывает на неделе. Я поздравляю всех ледоваров. И пусть у них всегда будет гладкий, ровный, прекрасный лед. Очень хорошо кататься. Не падаем, удобно. Всего в ледовом дворце трудятся четыре заливщика льда. Рабочий день у них начинается с 8 утра. Работают по полсуток. После заливки убирают шершавый слой снежных опилок. Больше всего хлопот ледоварам доставляют хоккеисты. Фигуристы лед не ломают, как хоккеисты. Хоккеисты нарезают здорово. После них нарезки-срезки больше. Самое плохое – это массовое катание. Вот тогда, да, лед сильно страдает. Внимание зрителей всегда приковано к спортсменам. Труд ледоваров могут оценить лишь специалистам. Но преданные заливщики продолжают усердно утюжить лед. А затем из-за кулис наблюдать за выступлением фигуристов, радуясь их успехам и победам. Саргылана Федорова, Григорий Хлопков, НВК «Сахам», Якутск. Таковы главные новости к этому часу. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале.